как же меня обламывает здесь ходить по этой вот по этой вот дороге короче от дома до главной дороги короче до города но сейчас мы типа на горе чуть собака меня там блин не сожрала ходила за мной гавкала постоянно тут их много постоянно короче всем привет я решил съездить на остров косичанг косичанг не люблю я всякие тук-туки там такси и поэтому дойду пешком тут всего 5 километров мне дойти до пирса потом на острове тоже не буду брать такси там пешочком 2 километра дайте до пляжа я только вышел поэтому не еще идти долго-долго жарко я себе купил такие рукава 30 бат стоили ой ну да 30 бада и этот бандан на шею потому что шея сгорает моментально руки тоже вот поэтому туда-обратно смотаясь чтобы было что поделать дома не торчать вот опять собака блин надоели ходишь на велике едешь когда тоже блин велик это трещит и мне эта звезда привил тоже постоянно но там хорошо у меня тормоза скрипучий раз тормознул и они все они же боятся этого шума громкого все разбежались вот так и ходим были я аж портфель скинул думал сейчас отбиваться короче очкова тут ходить вот так вот такая тут местность ну просто живет тут они живут не таком в таком месте далеко вот как видно тут как всегда не тротуаров вроде как никто оттуда не выпрыгивает погода классная правда хочется чтобы было немного пасмурно потому что что-то солнце прям жарит вообще жестко кстати чё это сегодня мой забыл в какое число сегодня связь я себе взял симку стоила 79 бат симка и 200 с копейками тариф 3g 4 гигабайта на 30 дней как раз мне то есть на 30 дней и того 300 бат короче я за все отдал там плюс еще сдача мне на счет положили 100 баксов поменял 3500 что-то 40 бат дали 3500 с копейками бат за 100 долларов пока в аэропорту стоял в очереди в самолет одни мужички а он короче один другому говорил блин это хоть за забором собака у меня уже сердце выпрыгивает когда слышу лай блин короче о чем я в аэропорту стоял мужичок один говорил что выгодно везти в таиланд рубли я не знаю как у этих уличных в паттайе паттайе то есть уличных этих обменных пунктах какой там курс но если менять деньги в банке в нормальных официальных банках выгоднее всегда везти доллары я уже думаю я прошел половину пути я сейчас у магазина торгового центра робинсон вот так он тут написано пацифик парк вот а там большими буквами наверху плакатами написано робинсон кто захочет добраться до косичанга из банковка или паттайи нужно будет доехать до остановки сирача робинсон отсюда вот они стоят минивены уже которые приехали или ждут отбытия там банков паттайю и прочее отсюда уже вокруг этого можно обойти торгового центра там будут всякие тук-туки тук-туки и мото такси короче а вот кстати и стоят тук-туки не знаю честно сколько стоит но я люблю погулять поэтому я пешочком люблю наконец-то я дошел до парка где я катался вот по этим камушкам я катался очень клёво о белка белка серая белка оп 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 белка тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын тут их много очень вчера одна вот кстати кокосы в виду висят не видно наверное здесь но вон вдалеке остров кося чанг тут на него минут сорок отсюда отсюда от сирачи вот так вот отдыхают вот ой а вот он парк это пирс он построен то есть это кола это не полуостров это полноценный остров а это вот штука построена чтобы туда добираться было вот и оттуда мы поплывем я добрался до острова сейчас уже нахожусь на этом пирсе с которого все улетают уплывают я надеюсь время уже почти 12 прям без нескольких минут а то я уже ровно 12 надеюсь что там меня кто-нибудь дождался я успею короче я добрался до кости чанга 50 бат стоил билет сейчас я иду до пляжа собственно сразу как только мы сошли с борта нам начали предлагать там тук-туки мото такси и проще вот но я у меня цель все пешком я хочу много ходить погода кайфовая сейчас по навигатору до пляжа он говорит что два километра я пройду за 30 минут хочу ложиться хотя бы в 15 что-то два километра идти то правда что-то я уже прошел вон метров 50 что-то как-то уже начинает тяжело становиться в город и идти прошло минут пять я уже половину прошел но тут дело в том что начинаются уже джунгли я слышу в кустах всякие шуршания и чё-то мне становится немного не по себе тут вообще сейчас больше половины пути не будет никаких то есть будет такая вот дорога собственно видимо я пошел не по той дороге где ездит тук-туки и мото такси ну кто-то там едет вон но я думаю что это не та дорога тут какая-то сейчас ящерица в кустах начала шуршать я же выбор поскочил короче от любого шороха фиг знает что тут ждать на байке то ладно уехать можно пешком то далеко не убежишь опять подъем кайф вообще ходить обожаю ходить ко мне тут каждый метр какие-то новые звуки то какой-то там не знаю типа шерстная большая больших журток уех за крыльями жужжить какая-то стрекоза огромная прилетит в общем круто и байки тут не ездит а по корн роуд не знаю а белки сидят там искусственные мне походу опа turn left у как она вовремя говорит все прям так что додалось за вопросом куда идти тут же говорит turn left прям ответственная подъем горы вот эта тренировка офигенно кардио кардио дерево прикольно на рябину похоже листочки ух ты че такое это я думал что растет на нем непонятный шрифт короче 200 метров до чего-то ну мы почти пришли все уже пошел все спуск с меня все просто течет ручьем у меня ладошка вон мокрия хотя я ну лоб ей ничего не потерял и 2 вон такая же я не представляю че у меня под майкой творится вот она это пляж называется танпанк ну я не уверен потом покажу табличку ухты бассейн круто я не уже не помню чё там будет небольшая площадочка посмотреть на вид круто тут что-то жесткое количество туристов и русских прям лежат все батонятся я пошел на камушки я не знаю можно ли вещи здесь оставлять но я оставлю их на камушках не пойду сюда купаться уже не хочу я платить за лежак он мне нафиг не сдался бы о круто вот так все выглядит да как я и говорил прилив ну чё короче я уже второй раз искупался вообще офигенно русских тут ну большинство я бы сказал там какие-то еще бразильцы или я не знаю испанцы китайцы но русских больше пляж офигенный напишу как называется потому что сейчас не знаю песочек клёвый там небольшие камушки внутри но потом выход проходишь и вон там где на основной народ там очень офигенно я же совсем забыл сказать что я вчера купил фрукты в магазинчике за 19 бат целая тарелка фруктов нарезанных уже там глава ананас оранжевая не уверен что это такое вот и все мой какой запах но просто офигенная жесть пока я тут стою жую пришли фотографы они вроде не свадьбы снимают но типа может love story не знаю в общем их тут солнце дофига они вспышки таскаются не знаю зачем один фотограф и вон две стойки со вспышками вон парочка одинаковых майках вот их фото и все это еще видеограф подскочил монопод у него прикольный такой золотистый не знаю фирма бендра что ли написано на нем тоже короче все я уже приехал 50 бат паром час езды чуть меньше все там пешком обратно тоже пешком кстати там был тушь он я помню что за него деньги нужно было платить да и сейчас я туда пришел там было написано взрослым 20 бат никого не был я прошел помылся с нормальный я все равно вспотел потому что пешком шел до порода пирса чтобы до дома добраться вот такой сейчас закатик крутой я пошел в робинсон может что-нибудь поем внутри там прохладиться можно чуть-чуть там руки по мою то липкий прям о птица какая-то вот так что а еще одна прикольно незаметно так в общем круто я съездил на остров я там был буквально два часа но мне хватило я там уже не знал чем заняться блин ветер закрою вот так что до следующих видео всем пока